Всем привет! С вами программа «Что будет с Ириной Зелененко». Здесь мы обсуждаем самые интересные спортивные события, которые вас ждут в сервисе ОКО в ближайшую неделю. Поехали! Главная новость недели. В воскресенье состоится «Эль Классико». Барселона принимает у себя «Реал». И ОКО покажет этот матч эксклюзивным. Что такое? Алхазов звонит. Что? Ира, привет! Мы в аэропорту. Улетаем в Барселону. А про твой заказ помним. А что там она говорила? Два кило хамона. Ну, как всегда. Постер с пике и джинсы варенки. С пике или шакирой? Я вот это не помню. Ну, ладно. Вы улетаете в Барселону, чтобы прокомментировать «Эль Классико» со стадиона? Да, 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 да. И включиться с бровки в часовой разогрев, который проведут Александр Григорян и Мария Мыльникова? Конечно. Только мы сверху будем. С самого пика Компноу, не с бровки. Ребята, это такая хорошая новость. Я очень рада. Хорошего матча. Пока. Да, пока, Ир. Нам пора все равно. Или по пиву еще бахнуть. Хотя же нельзя. Да ладно. У ребят настроение отличное. А какое оно у Барселоны. Ведь на команду в последнее время свалилось очень много хейта из-за судейского скандала. Вот, например, одна из недавних претензий. Аналитик Пабло Мартин провел исследование. Сколько бы команды заработали к 25-му туру, если бы в результаты не вмешивался вар. И выяснилось, что Барселона и Реал набрали бы одинаковое количество очков. По 61-му. Получается, что Вар помог Барселоне заработать 4 очка и отнял у Реала 5. Тут есть над чем подумать. Вообще, говорят, что все эти претензии к Барселоне – проделки хейтеров, которые хотят, чтобы клуб вышел из строя. Посмотрим, влияет ли действительно это на настроение команды. Об этом сейчас расскажет Анастасия Песковая, которая отправилась на базу Барселоны. Всем Буэнос Диас! Мы находимся на базе Барселоны на стадионе имени Йохана Кройфа. Здесь сегодня проходит тренировка каталонской команды, но состоится она за закрытыми дверьми. Журналистов туда не пускают. Видимо, какой-то сюрприз готовит Хави Эрнандес, футболистом мадридского клуба. Барселона в последнее время всячески подвергается нападкам и со стороны испанских СМИ, и со стороны футбольных болельщиков. Фанаты Ла Лиги уже устроили несколько акций против Барселоны, закидали футболистам фальшивыми купюрами, всячески желают, чтобы каталонский клуб наказали, лишили очков, еврокубков, отняли титулы и даже отправили играть в следующем сезоне во второй испанский дивизион. Посмотрим, в каком настроении находятся сами футболисты Барселоны. Я сегодня пообщаюсь с Маркусом Алонсо и с Рафиней. Спрошу у них, как они готовы к классике. Здравствуйте! Как ваши дела? Как настроение команды перед «Эль Классико»? Мы все взбудоражены перед предстоящим матчем. В прошлом туре мы выиграли. Это была не лучшая наша игра. Но главное, что мы все равно одержали победу. И теперь решительно настроены на воскресную битву. Я надеюсь на любовь и поддержку фанатов. Они делают нашу жизнь проще и лучше. Надеюсь, это взаимно. Маркус, как настроение перед «Эль Классико», если учитывать, что вы играете против бывшей команды? Мы взяли важнейшие три очка в прошлом туре. И так удачно сложилось, что у нас есть целая неделя для отдыха и подготовки к следующему матчу. Мы работаем, чтобы выложиться на все сто в это воскресенье. Посмотрим, как настрой Барселоны отразится на команде, и как он повлияет на игру. Ну, а мы поговорим о самом матче. И с кем его обсуждать, если не с человеком по имени Лионель. Мне кажется, это очень хорошо. Должен понимать все премудрости, которые касаются Барселоны. Возможно. Возможно. Ну, команда на первом месте. И уверенно мчится к чемпионству. Поэтому один Лионель точно счастлив. Я уверен. Но он в Париже где-то, правда, живет. Ну, вот ты сказал, что команда мчится к чемпионству. Но если вспоминать первый круг, мы знаем, что тогда у Барселоны и Реала было одинаковое количество очков. После матча Реал вырвался на первое место. А что мы видим сейчас? Девятибальный отрыв. Реал идет на втором месте. Барселона уверенно лидирует. Что случилось с командами за это время? И как они поменялись? Ну, стоит говорить о том, что просто в разных состояниях находились команды на старте сезона. Барселона долго вкатывалась, теряла очки. Реал, как ты помнишь, вообще практически не проигрывал. Ну, подожди. Опять же, кель-классика, да, например, Барселона подходила без единого поражения. Была только одна ничья. А Реал выигрывал. Вот. И что случилось? Реал просто сбавил обороты. Потому что в начале сезона мы видели, как Реал играл на второй скорости в большинстве матчей. И где-то там, если нужно было включаться, команда включалась. И своего результата добивалась. Но потом стал периодически выпадать Карим Бензема. Родриго то меняет, то не меняет. Очков где-то команда не добирает. И вот это все в совокупности привело к такому 9-ти очковому отрыву Барселоны. И теперь уже час икс для Карла Анчелотти, если мы говорим о Ла Лиге. Но подожди. То есть Реал скатился, потому что личности подвели, их отсутствие, да? Их недостаточная форма. А почему Барселона так вкатилась? Потому что Барселона, помимо своего стиля, приобрела еще и какую-то новую стилистику для себя. Стилистику, которая применима к Эльчоло Симеоне. Да, это победа 1-0. В этом сезоне 16 побед со счетом 1-0 у Барса. 16. Это же вообще беспрецедентный случай. Это же абсолютный рекорд. Такого вообще никогда не было. В Ла Лиге точно. Поэтому Барселона может выигрывать спокойно, даже не играя в свой лучший футбол в некоторых встречах. Мы помним, что тоже Левандовский отсутствовал. И Дембеле уже довольно долго отсутствует. Но те люди, которые выходят, и Ферран Торос, они прекрасно заменяют. И одного мяча, как правило, оказывается достаточно для того, чтобы победить. Но, естественно, Торштеген, который просто тащит все всегда и везде. И, кстати, сейчас у Торштегена всего 8 пропущенных мячей в этом сезоне Ла Лиги. И это абсолютный рекорд этого чемпионата. Знаешь, что меня удивило? Я пересматривала пресс-конференции тренеров перед первым Эль Классика. Хави говорил о том, что Эль Классика – это особенный матч. Если ты хочешь быть футболистом, ты должен быть на высоте в таких играх. Тоже относятся к тренеру. Для таких матчей у тебя на готове должно быть что-то особенное. Это тот случай, когда нужно отходить от сценария и пробовать что-то новое. А Анчелотти говорил, ну, это игра, да, сложная, но мы к ней готовимся как к обычному матчу. Мы готовимся к Классику так же, как к любой другой игре. Но, конечно, здесь имеет большое значение эмоциональный фактор – давление, волнение, необходимость сохранять спокойствие. Вот что предлагается к Эль Классику. Как ты думаешь, что сейчас будет в головах у тренеров? Нет, ну, на самом деле, времени просто нет готовиться. В среду игра с Ливерпулем, и в воскресенье уже Эль Классику, сколько-то, три дня есть у команд. Поэтому в этой ситуации, мне кажется, что Хави и Барселона себя предпочтительнее чувствуют. Чувствуют себя более уверенно. С точки зрения, что просто больше времени у них есть, а в Реал ничего не остается. Нужно просто выходить и играть. Реал – фаворит в этом матче? Фаворит в этой игре, на мой взгляд, Мадрид, потому что команда здорово, во-первых, сыграла с Барсой в матче Кубка Короля в полуфинальном, в первом, даже несмотря на то, что проиграла 0-1. Если мы вспоминаем матч Суперкубка Испании, который проходил в Саудовской Аравии, да, там Барса выиграла, Барса была в прекрасной форме. Но Реал тогда был плох. Мы помним, что и в чемпионате Испании были не самые удачные результаты у команды Карла Анчелотти. И, опять же, сейчас мы возвращаемся в то время, когда, с точки зрения формы, к этой встрече, на мой взгляд, Мадрид подходит поинтереснее. Нас ждет очень интересная или классика, очень напряженная, но, что мне кажется важным отметить, на мой взгляд, этот матч не влияет на исход чемпионской гонки. Потому что, если посмотреть на календарь, у Барселоны он гораздо более интенсивный. То есть, там есть команды из топ-5, это Реал, это Атлетика, это Бетис. А у Реала из таких напряженных соперников, ну, Вильяреал, скорее всего, и там Атлетик в последнем туре. Что ты вот насчет этого думаешь? Я думаю, что все-таки в таких отрезках очень важен период, когда у команды есть возможность отдохнуть. У Реала, если команда пройдет дальше в четвертьфинал Лиги Чемпионов, и там, дай бог, для болельщиков Реала в полуфинал, это та же самая история. Матчи каждые три дня, интенсивность, это значит, что, скорее всего, ты будешь терять каких-то очень важных людей. Это значит, что не всегда ты сможешь за одну неделю два прекрасных матча проводить. А у Барса все прекрасно. Неделя для того, чтобы подготовиться к матчу с условным Бетисом, это, в принципе, очень хороший вариант для того, чтобы зарабатывать на стабильной основе, на постоянной основе три очка. То есть, на твой взгляд, календарь не так важен, как исход Эль Классика? Исход Эль Классика невероятно важен. Реалу обязательно нужно побеждать, потому что 12 очков отрыва и 6 очков отрыва – это очень разная история. Лучше и не скажешь, Лео. Что нам остается только сказать? Смотрите Эль Классика эксклюзивно в Окко, его прокомментируются стадионы Денис Алхазов и Артем Борисов. 19 марта, 23.00. Включайте и смотрите с удовольствием. Мы обязательно продолжим вам рассказывать про самые интересные спортивные события в сервисе Окко. Но сначала скажем, что некоторые из них вы можете смотреть совершенно бесплатно. Для этого достаточно включать наш линейный канал Окко Спорт. Просто заходите в сервис Окко, регистрируйтесь и смотрите любимые виды спорта в прямом эфире и записи. Например, в воскресенье канал в прямом эфире покажет матчи Ассасуна Вилья Реал и Хитафи Севилья. А в воскресенье матч Атлетика Валенсия. Его сейчас и обсудим. Если мельком посмотреть на статистику личных встреч этих команд, можно подумать, что Валенсия весьма неуверенно выглядит в матчах с Атлетико. Но я хочу сказать, на самом деле, что это не так. Даже если вспоминать прошлый круг. В первом круге Валенсия забила. Гол отменили. Только тогда забил Атлетико, причем забил Гризман. И это не единичный случай, когда с Валенсией Атлетико приходится очень туго. Вот почему так? Ну, опять же, с точки зрения результата, Валенсия невероятно удобный соперник для Атлетико. И вот ты даже говоришь, что пытается что-то сделать Валенсия, но все равно побеждает Атлетико. В последний раз Валенсия вообще в Ла Лиге обыгрывала Атлетико. В 2014 году, в 2014 году, с тех пор 16 матчей, 6 ничей, 10 поражений у Валенсии в матчах с Атлетико. Поэтому здесь, мне кажется, какие-то потусторонние силы должны помочь Валенсии для того, чтобы результата добиться. Ты же помнишь все эти матчи, когда там счет 2-3, 0-1 Валенсия проигрывает? Ну, это же о чем-то говорит. Она же дает бой. Откуда ты знаешь, вдруг в этот раз Атлетико просто... Валенсия, к сожалению, сейчас не в такой ситуации, чтобы просто давать бой. Нужны очки. Нужны очки. Сейчас Атлетико просто в очень хорошей форме. И мне сложно предположить, что даже с Барахой, не то чтобы даже с Барахой, а просто нынешняя Валенсия сможет какой-то сюрприз предоставить в Мадриде. А что вообще стало с Валенсией? Команда на 17 месте, она балансирует там на грани вылета. При этом эта команда в сезоне 17-18 заканчивала в топ-4 и выходила в Лигу чемпионов. Что вообще случилось? Питер Лим случился. Здесь этот клуб принадлежит Лиму. Все, ему неинтересны там Лиги чемпионов, болельщики, что думают. Покупаем игроков, продаем. Вот относительно недавно продали они Гедыша, продали Солера, главные свои активы. И вообще людей, которые могли бы тащить эту Валенсию куда-то. На самом деле, после твоих рассуждений, слова Самуэля Лина мне кажутся такими странными. Если что, он арендован у Атлетико, играет сейчас в Валенсии. И он в начале этого сезона давал интервью, когда пришел Гатуза. Он давал интервью и сказал, вот, Гатуза нам ставит цель 40 очков. Если сейчас посмотреть, эта цель вообще кажется не то, что какой-то мелкой, она кажется за облачью для Валенсии, если честно. Сейчас главная задача просто не вылететь. Просто не вылететь. Потому что рассчитывать на какую-то грандиозную игру у Валенсии в нынешнем сезоне не приходится. Пришел Рубен Бараха, ему нужно дать время. Кстати, Рубен Бараха это тоже такой определенный ход, мне кажется, Питера Лима, чтобы немножко так подуспокоить болельщиков, пригласить легенду клуба, соответственно, работать с футболистами и рассчитывать на то, что за счет каких-то моральных, морально-выливых качеств команда выберется из зоны вылета. Ну, помимо Валенсии, в принципе, там на дне и другие клубы есть, которым тоже тяжело дышать сейчас. Ну, подожди, рассчитывать на то, чтобы не вылететь Валенсия может? Или это какая-то голубая мечта, которую исполнить невозможно? Почему невозможно? Возможно. У Валенсии нормальные футболисты, которые способны добиваться результата. и, в принципе, способны на то, чтобы оставить Валенсию в Ла-Лиге в нынешнем сезоне. Но другое дело, что может добиваться результат. Это другой вопрос. Кстати, по ожидаемым очкам Валенсия вообще даже не близко к вылету, она где-то там в середине таблицы. А в чем ее проблема? Потому что команда не забивает, не реализует свои моменты. А если говорить про цели Атлетика, вот цели Валенсии, окей, понятно, не вылететь. Но Коки сказал, что надеется на то, что Атлетико займет второе место в этом сезоне. И вот эта мечта, она более несбыточная, чем спасение Валенсии. Ну, Атлетико сейчас сам себе придумывает цели, потому что других турниров в этом сезоне у них не осталось, они отовсюду вылетели. Ну, конечно, максимум, чего они могут достичь, это действительно догнать своих замечательных соседей по городу в турнир таблицы. И если в Классику победит Барса, и Мадрид немножко отвернет свои взгляды от чемпионата, почему бы и нет, это можно попробовать сделать. Тем более, что, опять же, Атлетико сейчас в хорошей форме. Для тебя, в общем, Атлетико фаворит, чьи ворота останутся нетронутыми, да? Да, да, да. Валенсия, если побежать только 1-0 и только дома при барахе. Поэтому лично мне кажется, что Атлетико дома должен забирать 3-4. А мне, на самом деле, так не кажется, потому что мотивация Валенсии куда выше и куда сильнее. Смотрите матч Атлетико-Мадрид-Валенсия в субботу в 23.00 в ОККО. А теперь выглянем в окно и поймем, что зима идет полным ходом, и зимние виды спорта продолжаются. Так, с 20 по 26 марта ОККО в полном объеме покажет чемпионат мира по фигурному катанию. Помимо трансляции, вас ждут студии с экспертами и приглашенными фигуристами. А теперь давайте узнаем, кого серебряный призер Олимпийских игр Александр Эндер считает своими фаворитами турнира. На предстоящем чемпионате мира в мужском одиночном катании буду болеть за Илью Малинина. Ворвался в мировое фигурное катание с четверным акселем, с четверными прыжками. Конечно, интересно посмотреть. Интересно посмотреть на борьбу, наверное, с Шоуму Иуна, уже с более опытными спортсменами, которые долгое время на мировом уровне завоевывают медали. Я думаю, что это будет интересно. А в женском одиночном катании, конечно, без наших российских спортсменок, думаю, что японки будут себя чувствовать поувереннее и, возможно, будут разыгрывать медали между собой. Конечно, есть с кем побороться. Интересно будет посмотреть на новоиспеченную чемпионку Европы Анастасию Губанову, за которую я тоже буду болеть, потому что мы с ней вместе катались в Петербурге. И на чемпионате Европы она доказала то, что может прекрасно кататься со сложным контентом. В парах здесь, я думаю, что американцы, опять же, с японцами поборются. В принципе, Алекса с Брэндоном в этом году довольно неплохо выглядят на некоторых турнирах. Так что к чемпионату мира, если они хорошо подготовились, я думаю, будет интересная программа. Ну и опять же, японцы, которые еще с прошлого года заявили о себе очень громко, и я думаю, что они настроены на медали самого высокого достоинства на этом чемпионате мира. А в танцах на льду буду болеть за красивое фигурное катание. И будет, наверное, интересно посмотреть, как между собой разыграют медали, наверное, американцы и канадцы, потому что такие действительно сильные пары. Я думаю, что каждая едет за медалью и, скорее всего, с золотой, но посмотрим, как будет. И, конечно же, мы с вами парное катание посмотрим вместе на ОКО. Так что скоро увидимся, будем болеть вместе, поддерживать наших любимых фигуристов вместе. И очень жду начала турнира. Ну и напоследок расскажем вам о заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Норвегии в Холминколине. И вот вам четыре причины, почему его нужно смотреть. Во-первых, интрига у женщин. За Кубок мира борются сразу две биатлонистки. Француженка Жулья Симон и итальянка Доротея Вирер. Сейчас расклад такой. У Жулья Симон тысяча три балла, а у Доротея Вирер восемьсот пятьдесят девять. Впереди три личные гонки. За победу в каждой можно получить по девяносто очков, за второе место по семьдесят пять и так далее. Если Вирер в каждой из трех гонок займет первое или второе место, а Жулья Симон провалит этап и наберет всего двадцать или двадцать пять очков, то итальянка станет обладательницей Кубка мира. Вторая причина — это удивительная форма Йоханна Сабео, наблюдать за которым сплошное удовольствие. На чемпионате мира по биатлону в Оберхофе он получил семь медалей за семь гонок. Ну а кроме того, Йоханнеса по завершении этапа ждет четвертый Кубок мира в карьере. Третья причина — сразу две титулованные биатлонистки завершат карьеру после этого этапа Кубка мира. Норвежка Марте Улсбю Росилан и немка Деннис Херман Вик. Марте — тринадцатикратная чемпионка мира по биатлону, и это абсолютный рекорд. А Деннис Херман Вик — золотой призер Олимпийских игр в Пекине. Окко покажет заключительные трансляции с участием этих спортсменок. Ну а четвертая причина смотреть Кубок мира по биатлону — это его потрясающие комментаторы — Дмитрий Терехов и Николай Круглов. Так что смотрите биатлон в сервисе Окко. На этом программа «Что будет с Ириной Зелененко» подошла к концу. Увидимся с вами меньше, чем через неделю. В четверг вас ждет эксклюзивный выпуск по отбору ноября 2024 года. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok